МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Екатерина Терещенкова. Смотрите сегодня в программе. Паника преждевременно. Мы не исключаем спекуляций, всевозможных по данной теме, но в первую очередь позиция Ульяновского автомобильного завода это позиция социально ответственного работодателя. Ульяновский автозавод без поликлиники не останется. Счета, льготы и мусор. Все граждане, которые имеют право на какие-либо льготы, они сейчас имеют право льготы именно на эту услугу. Итоги первого месяца реформы ТКО. Его творчество – яркая страница в истории искусства. И если я художник и настоящий, то только потому, что мать люблю. Она мне родная. Ульяновск отметил 126-летие Аркадия Пластова. Автозавод останется без поликлиники. Примерно таково содержание письма, случайным образом попавшего в поле зрения профсоюза ульяновского предприятия. Недоумение, граничащее с негодованием, вызвал подтекст сообщения. Якобы завод повысил арендную плату медучреждению. В результате чего структурное подразделение МСЧ, до этого момента оказывающее необходимые работникам профилактические медуслуги, не сможет продолжать свою деятельность. Паника преждевременно, говорят и в медсанчасти, и руководство предприятия. Без медицинских услуг рабочие и ветераны не останутся. Мы выяснили, как обстоят дела на самом деле. Настоящим ГУС ЦК МСЧ имени Егорова информирует вас о прекращении функционирования своего структурного подразделения поликлиники номер один. Предлагаем вам перенаправить своих сотрудников для прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра, а также психиатрического освидетельствования. Такое письмо за подписью заместителя главного врача по экономическим вопросам Хусаиновой, адресованной некоему руководителю, якобы случайно оказалось в распоряжении автозаводского профсоюза. Именно эта случайность и породила дальнейшее волнение. Копию письма передали нашей редакции. Сопровождающая ее послание гласит, тысячи рабочих будут вынуждены отправиться на лечение по месту жительства, при том, что многие сотрудники – жители иных населенных пунктов, и получить необходимые медицинские услуги при подобном раскладе будет затруднительно. При этом, со слов нашего источника, руководство завода хранит молчание. Есть опасения, что людей поставят перед фактом. Если письма официальные пишутся, то они, естественно, подписываются главным врачом, оформляются как положено по деловому, и есть исполнитель. Здесь у меня есть такой сотрудник Хусаиновой, она является заместителем главного врача по экономическим вопросам. Как из ее объяснительной, потому что я ее спрашивала о данном факте, она сказала, что это письмо было из ее личной почты, из переписки с начальником транспортного цеха. Рабочая переписка, со слов главного врача, касалась проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров. Кто именно решил распространить это письмо и с какой целью, неизвестно. Как работали, так и будем работать, уверяют медсанчасти. Медицинскую помощь окажут всем сотрудникам и ветеранам производства. В конце прошлой недели мне, уже на мое имя, руководством завода было прислано письмо, где они уведомляют о том, что на 2019 год они вышли на тендер и заключили договор по итогам торгов с предприятием, медицинской организацией, которая называется медпрофи. Суть договора в следующем. Медицинские осмотры работников переходят в функционал коммерческой медицинской организации. Вся лечебная деятельность при этом остается за государственной поликлиникой. Мы не исключаем спекуляций всевозможных по данной теме, но в первую очередь позиция Ульяновского автомобильного завода – это позиция социально ответственного работодателя. В данном контексте хочется отметить, что и в том числе акционерам поставлена задача по недопущению ухудшения качества медицинских услуг. Хорошее оснащение, шаговая доступность для прохождения медосмотра. Кроме того, здравпункты на территории по-прежнему к услугам заводчан. Между тем, тревожное для рабочих послание, вышедшее за рамки чужой переписки, потребовало разбирательств на более высоком уровне. Федерация отраслевых профсоюзов обратилась за разъяснениями к министру здравоохранения региона. По его устному заверению, объем помощи не должен сократиться. И передача одной из услуг поликлиника «Медпрофи» на профессиональный профосмотр для работника никаким образом не повлияет на качество услуги. Также никаких сокращений среди медперсонала не произошло. Заводская поликлиника начнет работу с 4 февраля в штатном режиме. Арендная плата остается на прежнем уровне, подтвержденная руководством УАЗа информации. Конкурс также прошел в полном соответствии с законодательством. В УФАС уточняют. По итогам проведенного автозаводом конкурса, жалоб в ведомство не поступало ни от медсанчасти, ни от других участников процедуры. Таким образом, перефразируя классика, слухи о смерти сильно преувеличены. Кто-то осознанно встряхнул стакан с водой, чтобы вызвать бурю. Остальную работу сделала сарафанное радио. Вера Мещерякова, Геннадий Бухтояров, Иван Демидов. Репортер 73. За неубранный вовремя снег под суд. В апреле прошлого года в поселке Октябрьский Радищевского района с крыши одного из многоквартирных домов на 10-летнюю девочку упала снежная глыба. Ребенок был экстренно госпитализирован, а полученные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью. В результате уголовное дело в отношении директора компании направлено в суд. Также служителям Фемиды предстоит рассмотреть дело еще одного руководителя, заместителя директора по закупкам ПАО УАЗ. Он обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере. В ноябре 2017 года заместитель директора по закупкам Ульяновского автомобильного завода предложил контрагенту за 1 миллион 200 тысяч рублей информирование о ценах конкурентов для участия в торгах, а также недопущение их на завод. Привет, Владимир Владимирович. Привет. Как дела? Ничего, потихоньку. Ничего, нормально? Нормально. Что, короткая неделя наконец-то началась, да? Не говори-ка. Быстрее, быстрее быть, перезакончилось, да? Привет, домой. Как обычно. Ага. А ты уже что? Да мы да, завтра хотим на турбазу съездить. 5 марта 2018 года при передаче части указанной суммы заместитель директора был задержан. Пресечена его преступная деятельность в результате совместных мероприятий органов Следственного комитета и УБЭП Управления внутренних дел области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Заморозить тарифы сразу на пятилетку. Новый подход, который собираются применить в нашем регионе с подачи Сергея Морозова, предусматривает кардинальный слом устоявшейся схемы работы с естественными монополиями. В частности, и практически всеми ресурсно-сообжающими организациями в принципе. Смотреть не на фактические затраты поставщика, а оценивать уровень его эффективности, идею поддержал уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. Похожие методы опробируют и в Карелии. Опыт регионов-пилотов пригодится в итоге всей России, заявили участники пресс-конференции, организованной в пресс-центре информационного агентства ТАСС. На фоне продолжающегося роста тарифов по всей России Ульяновская область теперь выглядит белой птицей. Стоимость услуг, конечно, не пойдет вниз. Однако на протяжении нескольких лет по нескольким позициям роста не будет в принципе. Речь идет о пресловутой коммуналке – электричество, газ, тепло и водоснабжение, а также водоотведение. Подход к формированию тарифной сетки пересмотрим регионным для всех поставщиков ресурсов. Капитальным. Например, для «Газпрома» ставка по некоторым позициям срезана сразу на 25%. Это проработанная концепция, а не рубка шашкой с плеча, заявляет руководство региона. Департамент цены тарифов провел серьезное исследование. Теперь цены будут формироваться не по фактическим затратам, как до этого приходилось, а исходя из уровня эффективности и их обоснованности. Еще раз прямо с короговоркой. Т-плюс. Мы работаем с этой компанией, она работает на территории Ульяновской области. Мы по этой компании исключили экономически необоснованных расходов на сумму 1,3 миллиарда рублей. Что позволяет, друзья, заморозить тарифы сразу на 5 лет. Ресурсоснабженцы не согласны. На состоявшемся неделе ранее заседании по вопросам отопительных сезонов 18-19 и 19-20 годов представитель Т-плюс поднял вопрос нехватки финансирования. Причем у муниципалов. Состояние обслуживаемых ими теплосетей, по словам представителей компании, таково, что поставщик ресурса населению фактически вынужден за свой счет вкладываться в ремонт средств этой доставки. На сегодняшний день муниципальные предприятия практически находятся в условиях получения платежей налогов и получения заработных плат. Средств для осуществления ремонта и технического перевооружения в сложившихся условиях, к сожалению, нет. В региональном правительстве считают, что вопросы решаемы, а спорные ситуации обсуждаемы. И это не повод для отказа от продвигаемой схемы тарифообразования. Кстати, мы не одиноки. Аналогичное решение принято в республике Карелия. Отметим, что и как наш вариант она идеально ложится в стратегию, разработанную советниками Бориса Титова. Другое направление – создание площадки общественно-экспертного контроля в сфере тарифообразования. Вот эта администрация развития или роста, который мы предлагаем нашей стратегии, это как раз очень чётко и ясно сформированы его структуры с понятными целями, с поднятными системами управления. Это должно быть проектное управление, реально проектное управление, а не то, которое у нас называется проектным управлением. Структура, которая должна взять на себя управление реформой. Вот и мы благодарны сегодня Сергею Ивановичу, что Ульяновская область становится таким пилотом в создании такого центра управления развития. Учитывая, что заморозка роста тарифов – шаг как минимум необычный в современных реалиях и более того, откровенно дерзкий, если смотреть на процесс со стороны ресурсоснабженцев-монополистов, последние, очевидно, будут стоять на своих позициях до конца. Не исключены и судебные процессы. Кстати, буквально накануне Ульяновская Нерго проиграл суд на 900 миллионов рублей против управления ЖКХ администрации Ульяновска. Ресурсники пытались взыскать задолженность, образовавшуюся в 99-м 2000-м годах по договору поставки тепловой энергии населению. Суд пришел к выводу, что у истца отсутствуют правовые основания для взыскания задолженности. Мы понимаем, что вопрос достаточно такой тонкий. И надо искать баланс. И с этой целью было обращение, на основании которого Федеральная темно-напольная служба Российской Федерации прибыла к нам посмотреть правильность определения тарифа. Периоды были отобраны ряд организаций. Периоды это с 2015 по 2019 год включительно. Принятые уникальные решения на территории Ульяновской области позволят сократить тариф в сбытовом сегменте электроэнергетики на 50%. А в тепловом сегменте не просто зафиксировать тарифы на текущий год, но запланировать их снижение почти на 3,5% в течение 2020-2023 годов. Первый месяц реализации мусорной реформы позади. Пришла пора подвести итоги и сделать выводы. Оказалось, спорных моментов куда больше. Вопрос по работе региональных операторов уходит на второй план. На первом выставлены счета за мусор, льготы и данные о жильцах. Подробности далее. Не уборка мусора, оперативность рекоператоров или управляющих компаний в повестке дня по реформе ТКО. Вскрылась информация, плату за вывоз отходов начисляет умершим людям. По этому факту начинаются проверки. Причина такой неразберихи кроется в законе о защите персональных данных. Министерство внутренних дел обязаны передавать один раз в месяц базу данных, которая содержит все движение граждан с их регистрацией и снятия с регистрационного учета органам местного самоуправления для предоставления муниципальных и государственных услуг. Обязали МВД передавать необходимые сведения в 2013 году благодаря федеральному закону 378. Ранее упразднили поквартирные карты и домовые книги. Схему опробовали на примере ленинской администрации, однако в базе не обнаружили детей до 14 лет, данных по месту пребывания граждан временно зарегистрированных и в том числе полной информации по всем умершим. 29 января в областное ОМВД глава города Сергей Панчин направляет письмо с просьбой базу данных дополнить. Я считаю, что от Министерства внутренних дел пришел формальный ответ, я им даю в том числе от нашего управления внутренних отделов. Они отвечают в рамках своего регламента. Вопросом не владеют, потому что они с этим не сталкивались, не прорабатывают в них теории. О проблеме с получением данных знают в Госдуме. Депутаты анализируют ситуацию в других регионах. По неофициальным данным, Министерство внутренних дел умышленно создает преграды для решения этого вопроса. Якобы требует дополнительного финансирования из-за дефицита средств и кадров, желая создать специализированную структуру. Из положительного большинство управляющих компаний в Ульяновске уже исключили строку за вывоз мусора в своих платежных документах. Сбор переходит к региональным операторам. Кроме того, снижен тариф в целом на 18-20%. С 1 января 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов является коммунальной услугой. И те граждане, которые имеют право на какие-либо льготы, они сейчас имеют право льготы именно на эту услугу. То есть они должны сейчас задуматься о компенсации по этой услуге. При этом сообщают, что никаких дополнительных действий льготникам предпринимать не нужно. Скидка появляется автоматически. А также не будут взимать деньги за вывоз в январе с тех населенных пунктов, которых услуга, цитируем, за это время по разным причинам не предоставлялась. Анжела Забашта, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Реализацию реформы ТКО контролируют и обсуждают сегодня все. Не обходят главное нововведение 2019 года и политические объединения. Партии пытаются искать собственные варианты решения трудных вопросов. На чем акцентируют внимание партийцы, расскажем в кратком политическом обзоре. Префектура Центрального административного округа Москвы отказала партии и коммунисты России в согласовании акции протеста у посольства США. Коммунисты хотели провести групповой пикет протестов в связи с событиями в Венесуэле. Как отметил зампред ЦК КПКР Ярослав Сидоров, мы хотели высказать поддержку законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и осудить американское вмешательство. Были подготовлены плакаты, яркие лозунги, атрибутика. Нам совершенно непонятна политика префектуры ЦАУ в этом вопросе. Мы крайне разочарованы позицией префектуры и будем проводить у американского посольства одиночные пикеты протеста. 30 января в Государственной Думе прошли седьмые рождественские парламентские встречи «Молодежь, свобода и ответственность». В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, представители Русской Православной Церкви и других конфессий, гражданские активисты, уполномоченные по правам человека и правам ребенка. Выступил перед присутствующими и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, который отметил «Защита православных святынь, отстаивание наших державных традиций и соединение усилий всех ветвей власти во имя спасения страны сегодня актуальны как никогда. И здесь, на этих чтениях, мы должны прочувствовать – возможность сплотиться у нас есть, нас спасет верность России. Таким должен быть наш главный лозунг». Первичные отделения «Единой России» подали более 2000 заявок на участие в конкурсе общественно значимых проектов. За два месяца в комиссию конкурса подано более 2000 заявок из 66 региональных отделений партии. Большинство предложений касается социальной проблематики семьи и детей, а также поддержки молодежи. Лидерами по числу поданных заявок являются Ростовская область, Республика Башкортостан и Алтайский край. Восемь лет чтения и вот, наконец, закон об ответственном обращении с животными принят Государственной Думой в конце декабря. Напомним, второе чтение состоялось еще в позапрошлом году. К тому моменту документ имел более 300 правок. Огромную работу по предложениям с замечанием выполнили именно зоозащитные организации. Однако тогда депутаты отложили вопрос еще на год. Теперь закон одобрил президент. Следом посыпались новые предложения. Есть над чем работать. В системе до сих пор остаются пробелы. В Госдуме 11 февраля пройдет круглый стол на тему совершенствования системы регистрации животных на территории России. На совещании обсудят проекты по внесению изменений в отдельные законодательные акты и ветеринарные правила учета животных, которые разработал Минсельхоз России. Модератором мероприятия выступит Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по экологии. По регистрации животных зоозащитники до 11 февраля собирают предложения и замечания, чтобы после официально направить их Владимиру Бурматову для обсуждения на круглом столе. Однако уже сейчас у столичной зоозащиты есть ряд вопросов по проекту. Например, они всерьез полагают, что регистрация животных должна осуществляться исключительно путем чипирования. При этом в случае принятия закона государство должно разрешить жителям чипировать животных бесплатно, ну, как минимум, на протяжении года. Чипирование – это вживление под кожу двухмиллиметровой стеклянной капсулы, содержащей микросхему, которая содержит в своем составе. То есть она никакого излучения, как вот многие заблуждаются, она не содержит никакого излучения, никакого негативного эффекта не оказывает на организм животного. Она содержит уникальный 15-значный номер, который считывается считывающим устройством, и в федеральной базе данных отображаются все данные о владельце и о виде данного животного. Конечно, существуют и другие способы учета домашних животных, например, нанесение татуировки. Однако самым цивилизованным и безопасным ветеринарное сообщество называет именно чипирование. Чип, кроме того, поможет хозяевам, которые в путешествия берут своих питомцев. В страны Евросоюза уже сейчас без этого вас не пустят. Будет легче и в случае, если животное украли или оно потерялось. А также в суде доказать будет проще, что хвостатый принадлежит именно вам. Кстати, чипировать можно не только собак и кошек, но и птиц, рыбок, грызунов. Даже на этом список не заканчивается. Анжела Забаштак, Настантин Никитин, Иван Демидов, репортер 73. Ульяновск для всей семьи. Кинофестиваль от всей души в этом году обзаведется театральным побратимом. Фестиваль спектаклей для всей семьи вместе пройдет в Ульяновске. Даты выбраны не случайно. Открытие запланировано на 15 мая в день семьи, а закрытие выпадает на день Волги 20 мая. Организатор ТЮС – небольшой театр. За пять дней фестивальной программы ульяновские ценители театрального искусства смогут познакомиться более чем с десятком коллективов со всех уголков страны. Еще одним знаковым событием для ТЮЗа станет старт масштабной реконструкции. Так что небольшой театр скоро подрастет. Сейчас уже заканчивается подготовка проектной документации. Она будет проходить экспертизу. И к началу лета, я думаю, что уже будет определяться подрядчик, который займется реконструкцией. Реконструкция рассчитана будет на два года. И мы предполагаем открыть новое здание уже в 2021 году. Я думаю, что это должно произойти либо к началу сезона, либо к завершению сезона 2020-2021 года. Ну, в общем, там все будет зависеть от каких-то технологических возможностей. Я хочу сказать о том, что это будет совершенно новое здание. И оно будет полностью соответствовать запросам современного театрального производства, запросам современного театрального зрителя. Подробнее о грядущей реконструкции, о планах ульяновского небольшого театра, премьерах и фестивалях. Эдуард Терехов расскажет в пятницу, 1 февраля, в программе «Работа» в 19.30 на телеканале «Репортер 73». 31 января 2019 года исполнится 126 лет со дня рождения Аркадия Пластова, народного художника СССР, члена Академии художеств, лауреата Ленинской и Сталинской премии. Дороже всех наград негласное звание художника крестьянской России. Его творчество – яркая страница в истории искусства 20 века. Перу живописца принадлежит несколько тысяч картин. Целая история одной личности. В день рождения Аркадия Пластова в Уяновске, несмотря на мороз, к памятнику художника возложить цветы пришли десятки людей. Живописцы, государственные деятели, преподаватели вузов, студенты и школьники. С творчеством Аркадия Александровича наверняка знаком каждый ульяновец. В своих картинах художник передавал жизнь и работу простых крестьян, любовь к природе и деревне. Его замечательные картины продолжают радоваться на себя и действительно позволяют сопереживать, окунаться в замечательную эпоху. Мы каждый год открываем все новые и новые страницы в творчестве Аркадия Александровича. И наша земля становится каждый год привлекательной для тех, кто вместе с нами занимается его популяризацией. Основой памятных мероприятий в этом году стало открытие выставки Аркадий Пластов в Малом театре. 42 копии эскизов, созданные художником, который только однажды в своем творчестве обратился к театрально-декорационному искусству. Это абсолютно новые работы, найденные научными сотрудниками Ульяновского областного художественного музея. Это очень интересная работа и очень интересная выставка, потому что она действительно показывает многограммность таланта Аркадия Александровича Пластова, тем более его универсальность и не только как художника каких-то больших таких эпических работ, но и как человека, который действительно был погружен в жизнь народа. Графические рисунки с выразительной пластикой мизансен стали настоящим ориентиром в поисках тональности спектакля Валентина Овечкина «Настя Колосова» в 1951 году. Оранжевое, алое, синее, желтое, зеленое, взятые в самых смелых сочетаниях, доминирует в нарядах героев. Пластов подходил серьезно к каждой детали спектакля. Эскизы стульев, дерева, декорации, костюмов. Художник даже передал в рисунках мимику актеров. Самым лучшим, что в этом спектакле было, это была работа художника и игра актеров. Пьеса Насти Колосова – это, конечно, такой образец бесконфликтной колхозной драматургии, где одна прекрасная стахановка начинает вести себя не так, как должен советскому человеку, и ее направляют на путь истины. Выставка продолжит работать до 25 марта. Если я художник настоящий, то только потому, что мать люблю. Она мне родная. Марина Тимофеева, Леонид Скомарухов, репортер 73. Когда спорт и патриотизм – синонимы. В Ульяновске стартовал чемпионат и первенство региона по боксу на призы Героя России Олега Лабунца. В соревнованиях принимают участие спортсмены со всей области. Финал 2 февраля. На открытие чемпионата побывала наша съемочная группа. 70 лучших боксеров со всего региона собрал чемпионаты первенства Ульяновской области по боксу. Возраст участников от 16 до 40 лет. Артур Камаледдинов, спортсмен из Димитровграда, приехал, как и многие, только за победой. Но после трех раундов рефери поднял руку его сопернику из Ульяновска. Сейчас молодежь уже совсем другая пошла. Уже не интересуются спортом. У них компьютеры, телефоны. Так что к спорту уже мало кто тянется. Поэтому такие мероприятия очень полезны. Здесь, в стенах обновленной школы бокса имени Липатова, спорт и патриотизм стали синонимами. Соревнования призваны напомнить ульяновцам о подвиге нашего земляка Олега Лабунца. Старший лейтенант, участник Первой Чеченской войны, проявил мужество и героизм при выполнении спецзадания. Мы закладываем юношам то патриотическое воспитание, которое мы будем передавать в эстафету. Я считаю, что как мы воспитаем молодежь в сильном духе спортсменов, если сильная молодежь, значит наше это будущее, наша сильная Россия. Праздник бокса и праздник ребят, которые горят патриотизмом, горят желанием защищать свою родину. Это турнир, который будет посвящен живому Олегу Игоревичу Лабунцу, который с нами, который может поделиться какими-то советами, какими-то мыслями. И это живой пример, очень почетный, очень приятный, я думаю, что для ребят спортсменов. С 30 января по 1 февраля пройдут предварительные и полуфинальные бои. Финал соревнований состоится 2 февраля. Катерина Терещенкова, Иван Демидов, репортер 73. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Забронируй свой отдых заранее. В офисе «Пегастуристик» на Ленинского комсомола в Новом городе полным ходом идет раннее бронирование путевок на лето 2019 года. Курорты России, Турция, Кипр, Испания, Греция ждут тебя. Бронировать отдых заранее выгодно. Во-первых, вы выбираете тот отель, который хотите, ведь хорошие предложения выкупаются в первую очередь. Многие отели предоставляют скидку на проживание до 30%. Доступна рассрочка при оплате половины стоимости путевки. Опытные менеджеры подберут вам лучший отдых в фирменном офисе «Пегастуристик» на Ленинского комсомола 37. Звоните 22 16 16. Московский цирк Юрия Никулина с гордостью представляет. 24 февраля. «Волга Спортарена». Один из самых масштабных цирковых проектов на льду. Зрелище мирового уровня. Легендарный цирк на льду. Только два шоу. Праздничный джентльменский набор. Романтическая обстановка и богатое меню. Чего же проще? Ресторан «Северный блюз» приглашает бравых защитников Отечества и очаровательных дам. Уютное спокойствие интерьера, обилие вкусных блюд, душевные ноты блюза и, конечно, яркая шоу-программа с призами, подарками и пикантным стриптизом. Женским 23 февраля и мужским 8 марта. Проведите праздничный вечер с удовольствием и комфортом. «Северный блюз». «Северная» 22. Заказ столиков по телефону 44 88 86. И в завершении телефон рекламного отдела 30 41 73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 30 41 73. И вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Читайте и смотрите онлайн www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня.